Наиболее высокую активность избиратели в Сочи показали в первой половине дня. Помимо сочинцев, в выборах президента приняли участие и иногородние граждане. Всего по месту нахождения свои голоса за кандидатов отдали 48 тысяч человек. В итоге за Владимира Путина в Сочи проголосовали 77,96% избирателей. На втором месте Павел Грудинин. Он получил 11,11% голосов. За Жириновского проголосовали 4,47%. Ксения Собчак набрала чуть более 2% голосов. Следует отметить, что в ходе выборов и при анализе бюллетеней, жалоб, которые могли бы повлиять на волеизъявления россиян, в избирком не поступало. Были обращения избирателей, прибывших в наш город, Сочи, из других городов. Они хотели проголосовать в нашем городе. То есть они заранее не побеспокоились о включении в списки избирателей, но были настойчивы и обратились в наши суды. Так, например, в Центральном районном суде было рассмотрено 68 таких обращений. По решению суда данные избиратели были включены в списки избирательных участков. Всего в Сочи свои голоса за кандидатов отдали 72% избирателей. Для сравнения, в 2012 году на последних выборах президента эта цифра была чуть ниже – 66,7%. Тогда свой выбор в пользу Путина в Сочи сделали 62% избирателей. Надо отметить, что за ходом выборов внимательно следили и наблюдатели. Их было более 800. Среди них и международные. Это члены делегации Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В ее составе представители Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана. Наблюдатели из стран с разным отношением к России все как один отметили, что выборы прошли честно и прозрачно. На десятках участков, которые они посетили, наблюдатели не заметили никаких нарушений. Выборы прошли в очень свободной форме, в демократической форме. Я считаю, что это победа всего российского народа. Российский народ в демократической форме выразил свое воле и излияние и избрал на следующие пять лет президента. Международные наблюдатели отметили активность избирателей в Сочи и высокую политическую культуру. Россия. Во время посещения избирательных пунктов в городе Сочи у нас была возможность убедиться, что избирательный процесс проходит в соответствии с демократическими стандартами. Избирательная комиссия в Сочи предоставила все условия для проведения выборов для всех участников. Выборы проходили прозрачно и без каких-либо заметных нарушений. Это был важный экзамен в области демократии. Мы поздравляем вас с победой демократии. Все и во всем мире должны с уважением отнестись к результатам выборов, потому что это воля российского народа. Также члены международной делегации отметили в целом гостеприимство города Сочи, его красоту и благоустроенность. Они рассказали, что планируют в сентябре провести здесь конференцию мэров черноморских городов. Добавлю, что организация Черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 стран Причерноморья и Южных Балкан. Она создана для развития мира и стабильности в бассейне Черного моря. Ольга Десятого, Михаил Дубин, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.